Добрый день, друзья! Недобрый день, как водится, во мне, другим. Сегодня день рождения Петра Мамонова. Я честно должен признаться, я всегда с недоверием относился к Петру Николаевичу. Что-то вот меня всегда в нем настораживало. Но я не могу не признать, что это ярчайший представитель нашей богемы. Это большой артист, не музыкант. Музыкант он, конечно, интересный и неординарный. Но вот есть такое словосочетание, несколько казенное, деятель культуры. Это про Петра Мамонова. Это артист был. С большой буквы должен это признать. Жаль, конечно, что он ушел. Буквально на днях я беседовал с Денисом Бургазливым, с актером. Узнал кое-что новое про Петра Мамонова. Не могу с вами не поделиться. Я про лысого брюнета, конечно же, поговорю. Сейчас мы уже начали говорить про музыку, не вспомнить Петра Мамонова. Вы с ним работали только на сцене как актеры или когда-то приходилось вместе музицировать? Мы дружили очень долго, более 30 лет. До самого его последнего дня были близкими друзьями. Мне приходилось с ним музыцировать. Мы с ним немножко все время поигрывали. Но он пригласил меня играть на своем юбилейном вечере, когда ему было 50. Нет, ему было 60. Я играл на бас-гитаре. Мы с ним репетировали программу, ее сделали. Он играл на гитаре. Я играл на бас-гитаре у него на этом вечере. Мы были вдвоем на сцене. Ну, сейчас самое время, конечно, перейти к тому артефакту, который по просьбе наших продюсеров вы принесли в студию. Это как раз бас-гитара. Вы спросили про Петра Мамонова. Перед вами первая бас-гитара группы «Звук Ему». Да вы что? Да. Это первая бас-гитара рок-группы «Звук Ему». Это гитара Пети Мамонова, которая досталась мне. Она хранится у меня. С которой очень многое связано, потому что первый раз, увидев группу «Звук Ему» примерно в 84-м или 85-м году, это полностью изменило мое представление о рок-музыке, о музыке вообще. Полностью перевернуло мое 15-летнее или 14-летнее сознание. Я понял, что музыку можно не только слушать, ее можно и видеть. И что это огромное искусство без каких-либо границ, это все было благодаря рок-группе «Звук Ему». У меня в руках первая бас-гитара, с которой все начиналось. Когда я после окончания института в 91-м году организовал собственную рок-группу, у нас не было бас-гитары. И Петя отдал эту бас-гитару моему басисту, на которой он начинал репетировать. Мы отыграли достаточно большое количество концертов с этой бас-гитарой. Александр Чебышев, мой басист, он играл именно на этой гитаре, пока мы не приобрели... Он не приобрел собственный инструмент. Мы всем миром собирали на бас-гитаре. А как он познакомился с Мамоновым, ваш басист? Мой басист познакомился с Мамоновым, потому что Петр любезно предоставил нам свою студию и свое репетиционное помещение для репетиции моего ансамбля, оркестра. Мы у него репетировали. Вот эта бас-гитара досталась... Это сердца, да? Да, сердца моему басисту. Далее, потом я ему отдал ее обратно. На ней записано много композиций, на таких альбомах, как, например, «Сказки братьев Гримм». Много вещей записано на ней. Он придумал такую систему. Вот здесь вот вставлялась такая вот штучка и блокировала вот здесь вот струны. И он на ней играл прямо акцентами, как на гитаре. Это все слышно прямо на записи. Вот это вот все есть. Она хранилась у него. И когда мы решили с ним делать юбилейную программу, в тот момент у меня не было бас-гитары, и я играл на этом инструменте. Пока не приобрел свой собственный. Вот такой вот у вас артефакт в гостях сегодня. Потрясающе, просто потрясающе. А какой репертуар был у Сердец? Только авторские песни, которые я сочинял сам. Я писал песни. Вместе с текстами? Да, вместе с текстами. Я делал такой некий музыкальный шаблон текста. И потом вместе с гитаристом Алексеем Шаталовым мы делали аранжировку, доводили до ума. Мы исполняли только собственные песни. Никогда не играли. Мы знаем, что даже Битлз начинали с исполнения. Нет, мы играли только собственные песни. Остались какие-то по пластинке? Пластинок мы не выпускали, но на ресурсах материалы есть. Были записи, неоднократно они были сделаны. 10 песен записали в 93-м году качественно. То есть еще до отъезда в Германию. Да, потом еще дописывали, потом еще что-то дописали. Есть с концертов, есть видеозаписи, где мы вживую на радио выступаем. Радиоракурс была такая, радиостанция независимая. Материал есть. Если кто любитель, может найти. Вам же как коллекционеру винила надо же увидеть, наверное, винил в сервисе. Да, еще все впереди, но я думаю, не альбом, а я думаю, что сингл бы надо сделать. То есть по две песни со стороны, маленькую такую вот. Я думаю, что... 45-ку? Да, я думаю, что можно сделать. Но еще все впереди, еще сделаем. Не надо эту самодеятельность. Это же Маяковский. Знаю. Маяковский в каком классе проходит? И потом потемать не то. А да, е. Ну и что? Не надо. Стих. Наш лагерь выучили? Выучили. Молодцы. Пирамиду смотреть будете? Посмотрим. Приготовились? Чего тебе? Торт готов. Сейчас зайду. Давай. Раз. Давай. Два. Три. Раз. Ну, как? Выразительно. Это можно. Начали. Лагерь наша большая семья. Марат, идет. Ну, че-че, че-че, ну? Мы бодры, веселы. Стоп, стоп, стоп. Бодры, надо говорить, бодрее. А веселы как? Веселее. Молодец, понял. Вот так и продолжайте. Великолепная работа, великолепный сценарий, великолепная актерская игра. Вы пошли по стопам своего отца. Вы тоже начали работать как сценарист, причем очень успешно. Я не считаю, что это было успешно. Ну, критики так считаю. Значит, мы будем здесь тогда... Я, наоборот, себя чувствовал ужасно. Я как-то никак не мог начать писать, так сказать, какие-то существенные сценарии. Я писал какие-то довольно жалкие поделки на студии. Я говорю, как раз считаю, что я скорее как-то внутренне, по крайней мере, прозябал. А внутреннего трепета не было, когда вы брали за первую свою режиссерскую работу? Нет, вот тут стало все до своей места. Нет, лента сразу стала культовой. У меня как-то легко было. Мне оказалось, что мне гораздо легче снимать, чем писать. Я не любил писать, честно говоря. Вы не дающий режиссер. Как я слышал, что актеры вас любят, потому что вы им позволяете делать то, что они хотят. Это правда или нет? Или это миф в актерской среде? Им кажется. А, то есть вы умеете манипулировать, так создавать такое ощущение? А почему это они играют у меня лучше, чем они играют? Это что они такие все выдающие сидят. Как вообще пришла мысль пригласить Петра Мамонова на главную роль в этот фильм? Ну, я не знаю, я искал его. Вам кто-то посоветовал? Нет, я увидел его сам, я помню, прекрасно. У Рашида, да? У Нугманова? Нет. Нет, я даже не видел этого фильма. Я увидел его... Вы не видели иглу? Нет. На тот момент или не видели вообще? Как-то я вообще миновал ее. Понятно. Даже не помню, почему сейчас. Но я увидел Мамонова в какой-то новогодней, посленовогодней передаче. Помню, я сам был в похмелье. И он, у него что-то спрашивали. Он тогда был лидер группы «Звуки.ру». И что-то в нем было, он, конечно, был уже такой известный культовый человек. Известный, скажем так, широко известный в узких кругах. Да, в узких кругах. И что-то в нем было такое потрясающе, талантливое, жалкое. Видно, что он болел, не знаю, я ему позвонил сразу. И как-то бы с ним так договорились сразу. Хорошо. Давайте посмотрим сюжет. Давайте, конечно. Слово Петрем Мамонова. Лучшие артисты того времени оставили свой след во мне, как и во многих очень русских людях. Джимми Хенрикс, Моррисон, Джоплин. Все мы очень любили и слушали с удовольствием. И даже странная вещь, что незнание языка не мешало абсолютно. И, в общем-то, было понятно, о чем они поют и ради чего они живут. А потом уже дальнейшие годы, зрелые. Я человек уже взрослый достаточно, мне 36 лет. Уже я стал слушать эту музыку не только в компании, а и один, и глубже вникать и в тексты уже, и вот в эту внутреннюю боль, которая, я думаю, обязательно есть у каждого большого артиста. И сразу понял, что ты ушла от меня. Публика, которая приходит, она все-таки ожидает, что хотя бы на бис будут старые хиты, а их не будет 3 октября. Кто приходит на «Остров-2», вот, в каком-нибудь Северодвинске, или в Омске, или в Красноярске. И вдруг я смотрю, минут через 30 эти бабушки в махровых беретах, которые сидят на первом ряду и собрались силами и не ушли после первых 10 минут крика и непонятки. Вдруг они начинают мелко и очень весело хихикать и смеяться. Я же клоун. Это же очень почетное дело. В цирке кто самый главный человек? Клоун. Юрий Владимирович Никулина, когда Москва хоронила, его гроб несли, на руках, в центре перекрыли все движение. Вот как клоуна хоронили. Клоун – это всенародный любимец. Что такое театр? Это ширмочку расставил на улице и начал. И началось. Вот как. Потом мы актеры, у нас отдельное ВТО, там что-то они делают, в ресторане сидят, отдельные напитки пьют. Что за бред? Когда Ачкариони нам устроил, помните, доллар в четыре раза, да? Да. Вот. Я думаю, что делать? Чем кормить детей? А потом, ну а что делать? Идти в метро, садиться, вот о старых хитах. В метро идти, садиться и песни петь, полная шапка будет. С Сашкой, с Кляром договорились мы вдвоем. Он песню, я песню, чтобы не уставать. Уже приготовили программу, но тут как-то раз удалось нам это не делать. Мне не страшно ничего. Мне платит народ, а не правительство. Мне платит народ. Я выйду завтра, сяду в Переходе. Вот там я буду петь Шуба-Дуба-Блюз. А здесь я буду петь новое, потому что у меня нового полно. Новых ощущений. Главное, что суметь взлететь. Петь-то можно все что угодно, но как голуби-то. Вот у меня песня такая сейчас есть. Сейчас у меня песня такая есть. Новая, а не про голубя? Нет. Да? Хорошо. Я купил себе новый. Я купил новый красный аэромобиль. Модели новый классный, вытираю пыль. Выдвину крылья мягко, мотор включу. Нажму на кнопку пальцем. И улечу! Прокрасное. У нас красный финал, потому что из этой красной коробки... Вот такая песня. Такая песня новая. Да. Я улетаю, я улетаю, я улетаю. Видеть ты меня видел, но поймать не смог. Все, улетаю. Пока, браток. Отлично. Вот так. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.